Уважаемый господин председатель Западный альянс во главе с Соединенными Штатами, выступая поборником демократии, верховенства закона и прав человека внутри отдельных стран, на международной арене действует с прямо противоположных позиций, отвергая закрепленный в Уставе ООН демократический принцип суверенного равенства государств и пытаясь решать за всех, что является благом, а что злом. Вашингтон открыто продекларировал свое право использовать военную силу в одностороннем порядке и где угодно, для отстаивания собственных интересов. Военное вмешательство стало нормой, даже вопреки тому, что все силовые операции, предпринимавшиеся в последние годы Соединенными Штатами, заканчивались плачевно. Нанесены сильнейшие удары по устойчивости международной системы, натовские бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, нападение на Ливию, провал в Афганистане. Только благодаря интенсивным дипломатическим усилиям была предотвращена агрессия против Сирии. Невольно возникает ощущение, что целью различных цветных революций и прочих проектов смены неугодных режимов является провоцирование хаоса и нестабильности. Сегодня жертвой такой политики стала Украина. Ситуация там вскрыла сохраняющиеся глубинные системные пороки существующей архитектуры в Евроатлантике. Запад взял курс на вертикальное структурирование человечества под свои далеко не безобидные стандарты. Провозгласив победу в холодной войне и наступление так называемого конца истории, США и Евросоюз нацелились на расширение подконтрольного им геополитического пространства без учета баланса законных интересов всех народов Европы. Западные партнеры не вняли нашим многократным предупреждением о недопустимости о нарушении принципов Устава ООН и Хельсинского заключительного акта, раз за разом уходили от серьезной совместной работы по созданию единого пространства равной и неделимой безопасности и сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. В этом году было отвернуто российское предложение о разработке договора о европейской безопасности. Нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса, который тем временем продолжал продвигаться на восток, несмотря на дававшиеся ранее обещания об обратном. Мгновенный переход НАТО к враждебной риторике, к свертыванию сотрудничества с Россией, даже в ущерб собственным интересам Запада, к дополнительному наращиванию военной инфраструктуры российских границ, обнажил неспособность альянса изменить свой генетический код, заложенный в эпоху Холодной войны. Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали государственный переворот на Украине, стали безоглядно оправдывать любые действия самопровозглашенных киевских властей, взявших курс на силовое подавление той части украинского народа, которая отвергла попытки навязать всей стране антиконституционные порядки, хотела отстоять свои права на родной язык, культуру, историю. Именно агрессивное наступление на эти права заставило население Крыма взять свою судьбу в собственные руки и сделать выбор в пользу самоопределения. Это был абсолютно свободный выбор, что бы там ни выдумывали те, кто в первую очередь несет вину за внутренний конфликт на Украине. Вообще попытки исказить истину, скрыть факты за голословными обвинениями предпринимались на всех этапах украинского кризиса. Ничего не делается для установления наказания виновных в кровавых февральских событиях на Майдане, в массовой гибели людей в Одессе, Мариуполе и других районах Украины, сознательно преуменьшаются масштабы жуткой гуманитарной катастрофы, вызванной действиями украинских силовиков на юго-востоке страны. На днях вскрылись новые ужасающие факты, когда были обнаружены массовые захоронения вблизи от Донецка. Вопреки резолюции 2166 Совета безопасности ООН, затягивается проведение тщательного и независимого расследования обстоятельств крушения малазийского авиалайнера над украинской территорией. Виновные во всех этих преступлениях должны быть установлены и преданы правосудию. Иначе трудно рассчитывать на национальное примирение на Украине. Россия искренне заинтересована в восстановлении мира в соседней стране. И это должны хорошо понимать все, кто хоть немного знаком с историей глубочайших братских связей между двумя народами. Путь к политическому урегулированию известен. Еще в апреле Киев взял на себя обязательство в Женевском заявлении России, Украины, США и Евросоюза немедленно начать широкий общенациональный диалог с участием всех регионов и политических сил Украины с целью осуществления конституционной реформы. Выполнение этого обязательства позволило бы всем украинцам договориться о том, как жить в соответствии со своими традициями и культурой. Позволило бы Украине вернуться к органичной для нее роли связующего звена между различными частями европейского пространства, что безусловно предполагает сохранение и уважение всеми ее внеблокового нейтрального статуса. Убеждены, что при наличии доброй воли, при отказе от поддержки партии войны в Киеве, пытающейся столкнуть украинский народ в бездну национальной катастрофы, выход из кризиса в пределах досягаемости. Путь к его преодолению был открыт с достижением договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины на основе инициатив президентов Порошенко и Путина. С участием представителей Киева, Донецка, Луганска, ОБСЕ и России согласовываются практические меры по последовательной реализации этих договоренностей, включая разъединение сторон, отвод тяжелых вооружений украинских военных и сил ополченцев, организацию мониторинга по линии ОБСЕ. Россия готова и далее активно помогать в продвижении политического урегулирования как в рамках хорошо зарекомендовавшего себя минского процесса, так и в других форматах. Но должно быть предельно ясно, что делаем мы это ради мира, спокойствия и благополучия украинского народа, а не для того, чтобы ублажать чьи-то амбиции. Абсолютно бесперспективны попытки оказывать давление на Россию, заставлять ее отказаться от своих ценностей, от правды и справедливости. Позволю себе экскурс в не столь давнюю историю. В качестве условия установления дипломатических отношений с Советским Союзом в 1933 году правительство Соединенных Штатов потребовало от Москвы гарантий невмешательства во внутренние дела США и обязательств не совершать какие-либо действия с целью изменения политического и социального строя Америки. Тогда в Вашингтоне опасались революционного вируса, и такие гарантии были закреплены в отношениях между Америкой и Советским Союзом на основе, конечно же, взаимности. Возможно, есть смысл вернуться к этой теме и воспроизвести тогдашние требования американского правительства в универсальном масштабе. Почему бы не принять Декларацию Генеральной Ассамблеи о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, о непризнании госпереворотов как метода смены власти? Пора полностью исключить из международного общения попытки незаконного давления одних государств на другие. Бессмысленность и контрпродуктивность односторонних санкций очевидны на примере американской блокады Кубы. Политика ультиматумов, философия превосходства и доминирования не отвечают потребностям 21 века, вступают в противоречие с объективными процессами формирования полицентричного демократического мироустройства. Россия продвигает позитивную объединительную повестку дня. Мы всегда были и будем открыты для обсуждения самых сложных вопросов, какими бы нерешаемыми они ни казались поначалу. Будем готовы искать компромиссы и баланс интересов, идти на размен уступками, но только если разговор будет честным, уважительным и равноправным. Минские договоренности от 5 и 19 сентября о путях выхода из украинского кризиса, компромисс о сроках вступления в силу соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом – хорошие примеры для подражания, равно как и заявленная, наконец, готовность Брюсселя начать переговоры о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, как это предлагал президент Путин еще в январе этого года. Россия последовательно выступает за гармонизацию интеграционных проектов в Европе и Евразии. Согласование политических ориентиров и сроков такой конвергенции интеграций стало бы реальным вкладом в работу ОБСЕ по тематике «Хельсинки плюс 40». Другим важнейшим направлением этой работы следовало было сделать прагматичный, деиделогизированный разговор о военно-политической архитектуре в Евроатлантике, чтобы не только члены НАТО и ОДКБ, но и все страны региона, включая Украину, Молдову, Грузию, ощущали себя в равной и неделимой безопасности и не ставились бы перед ложным выбором либо с нами, либо против нас. Нельзя допустить новых разделительных линий в Европе, тем более, что в условиях глобализации эти линии способны превратиться в раздел между Западом и остальным миром. Необходимо честно сказать, никто не обладает монополией на истину, никому больше не под силу подгонять глобальные и региональные процессы под собственные нужды. Сегодня нет альтернативы формированию консенсуса относительно правил устойчивого глобального управления в новых исторических условиях, при полном уважении культурно-цивилизационного многообразия мира и множественности моделей развития. Добиваться такого консенсуса по каждому вопросу будет трудно, возможно, утомительно. Но признание о том, что в каждом государстве демократия является худшей формой правления, кроме всех остальных, тоже долго пробивало себе дорогу, пока Черчилль не вынес свой приговор. Пора осознать неизбежность этой аксиомы и в международных делах, где сегодня огромный дефицит демократии. Конечно, кому-то придется ломать многовековые стереотипы, отказываться от претензий на вечную исключительность, но другого пути нет. Солидарные усилия могут строиться только на принципах взаимоуважения и обоюдного учета интересов, как это делается, например, в рамках Совета безопасности ООН, группы 20, БРИКС, ШОС. Теория о преимуществах коллективной работы подтверждается практикой. Это и прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы, успешное завершение химической демилитаризации Сирии. Кстати говоря, о химическом оружии хотелось бы получить честную информацию о состоянии химических арсеналов в Ливии. Понимаем, что наши натовские коллеги, разбомбив эту страну в нарушении резолюции Совета безопасности, не хотели бы ворошить созданный ими беспредел. Однако проблема бесконтрольных ливийских химических арсеналов слишком серьезна, чтобы закрывать на нее глаза. Думаю, что генеральный секретарь ООН должен проявить свою ответственность и в этом вопросе. Главное сегодня – видеть глобальные приоритеты и не делать их заложниками односторонней повестки дня. В подходах к урегулированию конфликтов остро требуется отказ от двойных стандартов. По большому счету, все согласны, что ключевой задачей является твердое противодействие террористам, пытающимся поставить под свой контроль все более обширные территории в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Сахаро-Сахельской зоне. Но раз так, то эта задача не может приноситься в жертву идеологическим схемам или стремлению свести личные счеты. Террористы, какими бы лозунгами они не прикрывались, должны оставаться вне закона. При этом, разумеется, борьба с терроризмом должна опираться на прочную почву международного права. Важным этапом этой борьбы стало единогласное принятие серии резолюций соц. безопасности, в том числе на днях по проблеме иностранных террористов-боевиков. И напротив, успеху совместных усилий не помогают попытки действовать вопреки уставу нашей организации. Борьба с террористами на территории Сирии должна выстраиваться в сотрудничестве с сирийским правительством, которое четко заявило о своей готовности к этому. Дамаск уже делом доказал свою способность к взаимодействию с мировым сообществом, выполнив свои обязательства в рамках программы ликвидации химического оружия. Россия с самого начала арабской весны призывала не отдавать ее на откуп экстремистам, создать единый фронт противодействия растущей террористической угрозе. Мы предостерегали от искушения брать в союзники чуть ли не любого, кто объявлял себя противником Башара Асада, будь то Аль-Каида, Джабхат Ан-Нусра и прочие попутчики смены режима, включая ИГИЛ, которые сегодня в фокусе внимания. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Россия уже не первый раз вносит реальный вклад в борьбу и с ИГИЛ, и с прочими террористическими отрядами в регионе. Мы осуществляем масштабные поставки вооружения и военной техники Ираку, Сирии, другим странам Ближнего Востока и Севера Африки, и будем продолжать поддержку их усилий по подавлению террористов. Угроза терроризма требует комплексного подхода, если мы хотим искоренить ее причины, а не быть обреченными реагировать на симптомы. ИГИЛ только часть этой проблемы. Мы предлагаем организовать под эгидой Советой Безопасности ООН глубокое исследование угроз экстремизма и терроризма на пространстве Ближнего Востока и Севера Африки во всей их совокупности. Комплексный подход предполагает и рассмотрение застарелых конфликтов, прежде всего арабо-израильского. Неурегулированность палестинской проблемы в течение многих десятилетий остается, по широкому признанию, одним из основных факторов нестабильности в регионе, помогая экстремистам вербовать все новых и новых джихадистов. Еще одно буквально кричащее направление совместной работы объединение усилий для выполнения решений Генассамблеи и Совета Безопасности о борьбе с вирусом Эбола. Наши врачи уже работают в Африке, готовится дополнительная доставка гуманитарной помощи, оборудования, медицинской техники, медикаментов, бригад специалистов для содействия программам ООН в Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леона. ООН, созданная на руинах Второй мировой войны, вступает в год своего 70-летия. Всем мы обязаны достойно отметить юбилей той великой победы, отдать дань памяти всем погибшим во имя свободы и право каждого народа самому определять свою судьбу. Уроки той страшной войны, как и весь ход событий в сегодняшнем мире, требует объединить усилия, забыть об односторонних интересах, о национальных электоральных циклах, когда речь идет о противодействии глобальным угрозам всему человечеству. Нельзя позволить, чтобы национальный эгоизм возобладал над коллективной ответственностью. Благодарю вас.